переходим к комментариям есть комментарии вот колокольчик это как бы сказать свежие комментарии как какие там набросали язык я же сейчас буду просматривать комментарии последние комментарии то есть те которые вы оставили на последних видео а вы можете оставить комментарии там к видео годовой давности но я это не увижу не увижу хотя я вот и просматриваю я отмечаю сердечко вот здесь есть я спускаюсь сейчас до тех видосов где у меня имеется сердечко вот сердечко и мой значок и вот сюда я начинаю смотреть вот дмитрий токоржевский день назад это метод бутейка ответы на вопросы вот что он там пишет значит там в своей книге бутейка говорит о уменьшении дыхания путем расслабления диафрагмы я только что вам говорю он не говорит о растягивании вдоха и выдоха хотя до этого говорилось вдох поверхности выдох произвольный после выдоха пауза а результат изучения в книге потрясающе дмитрий поделайте вот как сказал там растягивать не растягивать было и растягивание далее значит был и поверхностный вдох там произвольных выдох произвольный после выдоха там пауза там результат изучения в книге потрясающе да описать можно очень и очень хорошо какие-то примеры как которых это дыхание именно вот это дыхание оно повлияло как я уже указывал на первопричину вот она повлияла именно на нее там она подействовала результаты будут потрясающие я все это там читал до этого в журнале изобретатель и рационализатор где первоначально появилась статья обутейка ну я так читал поделайте поделайте вот так вот сяк и и опять-таки поверхностный произвольный здесь нету не написано критериев видите есть из всего вот этого многообразия вдоха выдоха в диафрагму и положение я выделил одно это дыхание накапливает углекислоту или оно не накапливает и как это проявляется вот в чем основное а все остальное диафрагма и прочее прочее так наталья боровик здорово мне понравилось супер поднимаю пальцы вверх хорошая песня у меня тоже были мысли петь и сочинять стихи но где-то музыку по своему по своему жду продолжение песни стихи другого но потихонечку будет и музыка и все остальное для того чтобы чем-то заниматься надо этим заниматься это время а хочет дурака повалять я такой же человек и лентяй как большинство народа поэтому и так уж выбираю время так далее иногда во сне приходят разные строки например сахар превращать человека в дебила сахар кусается не крокодила поставим значит свое то сердечко все дело в этом в дозе если это все в каких-то разумных пределах то нормально если это чрезмерно я опять таки привожу свой собственный случай это с медом мед считается полезным продуктом у моего дядьки была там пасека и мне было года наверно четыре и мы приехали с матерью к нему в гости и он решил угостить медом я так мёда особо там не видел там немножечко мёда там найти там на на хлебушек а он мне говорит зачем хлеб ты дома поешь ну-ка давай меда поешь и вот я не знаю сколько я съел меда может я съел там вот четырехлетний ребенок но сколько можно съесть но навряд ли я съел стакан меда наверное это было грамм сто ну пускай от 100 грамм до стакана меня так рвало я первый раз вот сейчас понял как может сильно рвать я отравился медом его избыток вызвал вот такие вот реакции что что мне было очень плохо очень плохо поэтому все в норме так александр черный интересно ваше мнение об этом видео я говорю про соду но у меня свое мнение я уже его высказал вот вот посмотреть что он там говорит про соду но у него свое мнение пускай он говорит и тем более вот я вам только что рассказал что вот я три ложки чайные сверху и меня так замутило что что знаете вот высосало как-то нервоты не было ничего но я ощутил интересно ощутил вот это вот название что это божественный пепел что вот это вот вот этот прием соды во первых более концентрированный раствор получился что ты пьешь действительно нечто такое но не огненное вот знаете вот перец он жжет по-своему там допустим соль жжет по-своему сода вот она что-то делала среднее между перцем и солью это как это знаете было какое-то неприятное такое ощущение связано с тем что внутри у тебя все выжигает и теперь я после такой угарной дозы я понял как она может выжигать разного рода там и опухоли поближе к этой опухоли и все что там эти микробы эти грибочки для для них там небольшая концентрация уже губительно то есть я прочувствовал насколько это и в то же время если по пол чайной ложечки стакан побольше брать 250 граммов воды плюс еще метка добавлять чайную ложечку или же можно гасить не кипятком а лимонным соком лимон но это просто кто-то может это себе позволить кто-то не может я не могу это позволить просто по собственной линии то что надо пойти купить лимоны а тут кипятка залил и выпил то есть меня пленит всегда простота то хорошие результаты особенно если дал на лимонном соке погасить соду разбавить сметку смешать получается действительно такой напиток благородного вкуса и очень полезны а это ну что там я буду комментировать и вы знаете мне почему еще не все хочется комментировать из-за того что я человек практически мне важно вот то что в данный момент волнует меня или люди обращаются ко мне не с целью там какого-то разъяснения а не с целью теоретизации а вот листы разбегаются а это вот еще что-то там делает еще то что-то делать еще и поэтому получается если всю эту теоризацию брать тогда вообще ничего не делай это вредно и это вредно я встретил своего в прошлом друга юности он старше меня на два года вот идет и что-то вижу он идет с какой-то женщиной женщина прихромает поровнялись ближе он так что-то присматривается присматривается я тебе не узнал ты стал таким это самым побольше стало укропнился и в бане я сейчас был сказали о да ты тут это оброс мышцами ну в какую-то степень когда человек долго не видит он вот жена его прихрамывает я не стал спрашивать что там хромать да его я долго не видел и потом уже в конце своей прогулки они там немножко прошли там сели на лавочку потом встали пошли значит как уточки там хромают он мне так по секрету говорит вот за 200 тысяч сделали операцию на тазобедренном суставе поменяли сустав и толку нет он хромает и хромает то есть меня интересует вот такие вот вещи у меня у самого и тазобедренные суставы знаете я где-то примерно год назад если не больше когда вот эта вся у меня эпопея была со спиной мне значит делали массаж и вот как раз массажист только раз по тазобедренному суставу ну вот это мышечная оплетка и ну вот дотронулась до тела она не болит а то она только дотронулась так то я во время ходьбы не ощущаю а то я ощутил что она больное там все больное вот эти связочки все они больные то есть они все воспаленные вокруг тазобедренного сустава ну грубо говоря по какой-то причине и если эту причину не устранить естественно произойдет разрушение сустава разрушение сустава разрушение твоей спины поясницы отказ ног далее значит у тебя тут и ходить там не будешь вот и я понял что что что-то надо со своими тазобедренными суставами делать так не пойдет что они такие такие у меня уже болючие знаете как бы сказать на ране того что если этот процесс пойдет ты на него не обращаешь внимание то он просто-напросто разрушится я обратил просто-напросто я начал ходить никаких не растяжек ничего я начал ходить и мысленно мысленно все свои проблемы убрал вот убрал с этой области я сейчас не буду отвлекаться что вот наши эмоции оказывается могут опускаться к тазу и там вызывать вот это вот зачерствление от этих мышц с их значит воспаление и дальше люди не знаю как это все дело решает там на начинают менять суставы но проблема то остается если они нашли проблему то то так вот выложили 200 тысяч и и проблемы остались либо еще усугубились а я то тягая штангу я во первых я тренировался больше чем он и поднимал веса больше чем он то есть я тренировался с весами гораздо больше чем он и у меня вот это все еще целое когда вы свою голову применяете к своей проблеме а не несете что думаете вам за 200 тысяч решат вашу проблему вставят нафиг костыли и вы на них там погоните как паровоз по рельсам ничего подобного для начала неплохо это теперь я говорю а теперь рок но придется поработать достигнуть такого уровня здоровья обязательно нужно развиваться духовно вот пример а что я по вашему делаю в первую очередь и вот это все я применяю опять таки вот для многих духовное здоровье знаете или там работа в духовном направлении это какая-то абстракция которая где-то там находится на самом деле она находится внутри вас и это самое главное чем надо работать и я постоянно работаю до этого надо и много времени понадобится не один десяток лет чтобы дойтись сначала и понять что же это за духовное здоровье что это за духовные проблемы и как их решать это просто рассказывается так быстро сказка сказывается это не скоро дело делается вот чем я занимаюсь я этим и занимаюсь постоянно ежедневно плюс я вот эти вот все выкладываю дни там есть интересные такие рассказы про совершенство духа так или иначе которые наталкивают на разного рода размышления которые ты применяешь к себе и за счет этого ты меняешься становишься другим человеком так дальше галина галина здравствуйте подходит ли половина для лечения хронического цистита с чего начать я бы начал с того что в первую очередь исключил бы вернее сократил бы сладкое вот надо понимать что цистит это это воспаление которое развивается в результате того что находится нечто какие-то бактерии они любят сладенькое исключаем сладенькое далее цистит ножки промочили попа голая особенно у девушки у женщины застудилась эта вещь и начинается вся эта ерунда даже без сладкого человек и сладкого может не есть значит что надо надо носить валенки видите вот я валенки ношу сейчас стало холодно чтоб ступни у вас не замерзали чтоб вы были одеты по погоде вот вот хотя бы вот это по погоде одеваться меньше сладкого далее 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 мы с вами применяем тмин по пол чайной ложечки утром натощак мы с вами можем там применять и керосин и другие там тоже тройчатку можем применять которые будут действовать мы даже с вами можем вот от цистита взять то медицинское лечение которое вот себя уже зарекомендовала но важно понимать да вы там пролечились все там у вас такое если вы опять таки будете босое и голое бегать если вы будете есть сладкое то все это вернется то есть есть заболевание вот я как бы осознал и сейчас более явственно вам говорю яснее что есть заболевание которое возвращается заболел циститом человек разок он просто там это перемерз и полечили он прошел как только перемерз дальше значит вывод в тепленьком ходить а цистит появился из-за того что праздник прошел новый год вот на носу поели оторвались тортик шампусики что такое хоп осложнение опять циститом в чем проблема не мерзла не то переела подкормила вот эту вот болезнетворную микрофлору сладеньким вот и все и все пройдет можно и полынь да можно полынь значит попить потихонечку начать ее пропивать если тем более есть там вот я вам выставил про полынь рецептура из и там непосредственно указано что полынь влияет на цистит значит надо пробовать и при этом понимать что болезни болезни они повторяются обостряется из-за того что вы своей жизнью намеренно или не намеренно создаете условия для ее проявления в данном случае переохлаждение и переедание сладким я считаю это две основные такие причины так благодарю наш добрый лекарь спасибо так ренат расскажите пожалуйста за что получили нобелевскую премию за девятнадцатый год в чем суть не знаю премия была получена в том году то есть за восемнадцатый год и я как раз я рассказал что это там их несколько премий нобелевских и вот в частности за открытие нового лекарства против малярии рассказал так александр александр егорова сода мой прием я пью бальзам такой 2 ломти лимона на стакан горячей водой туда 1 чайная ложка соды все шипит гасится когда успокоиться и остыдет выпиваю на тощак через четверть часа опорожнение затем легкий завтрак кстати меня после вот этих трех ложек сверхом чайных соды закрепила капитально и целый день летаю полна энергии этот напиток помог сбросить лишний вес избавиться от язвы слизи аритмии употребление соды меняет и пищевые пристрастия у меня не хочется уже не хочется сладкого жареного сдобного как раньше желаю всем не бояться пить суду и вы здоровы пожалуйста попробуйте и если у вас индивидуальная конституция будет схожа то вы действительно будете наслаждаться вот этим вот напитком если она не будет схожа но там что-то надо будет поменять дозировку там соды меда там воды но все это можно сделать так ирина все хорошо сказано у меня аллергия на полынь установленная врачом я ее избегаю понимаете вот интересная вещь врач установил сказал что у вас там там аллергия а как она проявляется и проявляется ли она вообще и как правило когда вот человек применяет аллергию вот 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 тут вообще-то и наверно на этом закончу что-то мне поднадоело уже слишком долго я видел смотрите что такого аллергическая реакция вот вы что-то там сделали и вы считаете что вот этот вот аллерген вызвал такую реакцию а я думаю совершенно по-другому а именно что у вас уже в организме непорядок организм как-то там знаете вот он примирился с этим непорядком более-менее к нему он так вот приспособился и вы с этим живете и как только что-то применяется ну например полынь в данном случае вот этот вот непорядок он сразу провоцируется то есть не столько полынь сама по себе как аллерген как полынь вызвала то что у вас внутри было и вот это вот внутреннее оно и полезло через вас в виде вот этих всех реакций которые понимаются как аллергия зуд чихание значит на коже какие-то высыпания наоборот это говорит о том что данное средство в той или иной мере начинает как-то действовать на те причины которые порождают аллергию и здесь важно вот посмотрите видео целебная кулинария с еленой василек у нее была страшнейшая аллергия она не знала что что и как делать аллергия тоже говорит о том что смотрите у вас ну кровь еще более менее может быть знаете так нормально но как правило лимфа она уже насыщена различными веществами которые вот как бы сказать вот и так и готовы через край выходить им только дать причину и эта причина как раз вот этот аллергию так вот посмотрите любимую кулинарию с еленой василек она рассказывает о себе как с детства был ужасно зашлакован организм вообще аллергия это говорит о том что организм зашлакован вот и аллергия была там страшенна то есть человек думал там ага там бывает и гормональные мази применяют еще что-то еще что-то но толку то нету от гормональных мазей вроде как кожа стала чистой поправились бросили опять прыщи полезли аллергия опять надо это опять там короче короче не то и вот она сделала очищение толстого кишечника очищение печени перешла на питание и эта аллергия ушла без всякого определения вот этих вот аллергенов вот запомните я думаю что я прав где-то в 90 наверно 5 случаях из 100 это аллергия это проявление зашлаковки тотальной зашлаковки организма и чуть что только добавляете вот это вот все аллергия является своеобразной очистительной реакции выбросить из себя вот это вот лишнее дабы успокоиться а когда вы вот так вот мягко как елена василёк применяете очищение толстого кишечника расшлаковка до очищение значит печени чтоб нормально работала восстановили все эти обмены веществ и закрепляете правильным питанием то есть у вас идут там фрукты и овощи так более-менее там по сезонам кашки у вас становится лимфа чисто печень нормализуется кровь чистая в толстом кишечнике нету никакой дряни которая бы так и норовила выделиться в виде каких-то вот этих прыщей слизей соплей или еще чего-нибудь там такого все вы спокойно существуете в период амброзии цветения трав принимаете полынь и все нормально ну на этом я закончу это особо не буду это делать но еще и вы самые лучшие позитивные но стараюсь а куда куда деваться понимаете вот 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 я за все готов уцепиться а как в этой жизни быть хотите себе разрушить ну уйдите в депрессняк уйдите в негодование уйдите там в какие-то там такие-то склоки скандалы там хотите разрушить пожалуйста а хотите действительно вот даже в этом мире жить гармонично более-менее здорово и чувствовать себя здоровым значит меняйтесь меняйтесь будьте для себя лучшим и позитивным ну продолжим Игорь Кагаяц забирал анализ накал листы пока свой анализ нашел просмотрел 10 других анализов как и в моем листов нигде не обнаружено но они плодятся не каждый же раз у них тоже может имеется свой цикл вот в чем в чем прокол медицины то что надо знать когда идет цикл размножения когда они допустим выбрасывают это яйца и тогда значит брать анализы а если они в них не выбрасывают значит что там у вас чисто либо не хотят копаться в ваших какашках что им за это там платят Ольга Павлова Малахова отдает себя народной медицине и человечеству надо указать какой Малахов Малахов старше Малахов младше Андрей вы знаете я я бы не сказал что я отдаюсь в народной медицине и человечеству я все-таки немножко эгоист и отдаю себе сам но при этом я понимаю что и окружающие они испытывают примерно те же проблемы что и я сталкиваются и это живу в социуме вместе с вами и все что там в нем происходит отражается и на мне и поэтому просто-напросто я делюсь вот своими размышлениями своими своими наблюдениями что там делаю нравится ну пожалуйста можете взять хорошо пью суду вечером все нормально Марион ну смотрите нормально нормально у для некоторых бывает и нормально Дубровская два часа назад как избавиться от аскорит особо сильно не напрягаясь и как долго их надо лечить неужели девять месяцев и может ли бессмертник поэтому помочь не знаю я знаю что не обязательно девять месяцев но то есть девять месяцев непрерывно вы просто должны понимать цикл аскориды вот вы выгнали аскориду мамку с папкой они оставили личинки личинки попали у вас в легкие в легких они потихонечку эти личинки развиваются значит в маленьких червячков когда достигают определенного там выморит размера они поднимаются по по трахеи и заглатываются вместе слюной опять и тут уже развивается то есть вы отсюда выгнали но в легких в легких то их может быть не быть их может не быть а если они есть то есть если есть взрослые то как правило есть и и личинки которые не сразу развиваются а живут потихонечку в течение вот ученые выяснили я сам не наблюдал я сам не смотрел я посмотрел вот литературу и там было сказано так цикл развития аскориды 9 месяцев значит вот она тут развивается развивается вызывает во время развития вызывает у вас бронхолегочные заболевания частые простуды могут быть там эти самые бронхиты воспаление легких вот это вот все это связано в легких просто воспаление легких так не будет просто так с бухты барахты значит там что то там есть причина вот сюда вы никак не забросите вот эти вот лекарственные вещества которые гонят паразита убивают вроде как вроде как гвоздика всасываясь в кровь и соприкасаясь вот как бы сказать тельце вот это вот развивающейся личинки может на нее повлиять но это чисто теория и мысль заканчивая не обязательно 9 дней будем протравливать свой организм от этих паразитов зачем допустим сделали тратчатки месячный курс либо даже две недели а перерыв две-три недели опять две недели перерыв две-три недели опять что видите в советуются курсы делать вот вы прошли вот такой антипаразитарный курс а потом советуются делать два раза вот где-то примерно я думаю полу пол месяца месяц там тратчатку или еще что-то там то такое пропивать или тоже керосин весной и осенью почему весной и осенью да потому что вот смотрите они тогда у них идет размножение то есть период размножения у них весенний и осенний а если они берутся летом или зимой там на на яйцоголизм могут ничего не быть но это как правило вот такое возникает особо не напрягаться особо не напрягаясь знаете вот я что я делаю особо не напрягаясь это вообще хорошая мысль особо не напрягаться я просто-напросто это симметмина за счет духа он там гонит вот этих вот паразитов из разных там закоулочков потому что его вот ем уже наверное больше года там ем 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 это как пищевой продукт он не действует на это Почтарен Печкин скажу проще если бы я слушал только врачей в том числе профессору с кафедры паразитологии то паразиты уже бы доедали последнее мое ухо но благодаря советам Малахова я избавился от всех паразитов от врачей за одно как они меня мучили пока искали причины проблем ЖКТ сустава позвоночника это сущие гестапо чего стоят только фиброгастроскопия и колоноскопия орентгены всего что можно причиной оказалось аскориды лямбли и широкий лентец которые без специфических советов Петровича я бы не видел никогда Оказалось что паразиты хитрее всех этих протоколов лечения а также вармилов вермаксов орнедазолов орнедазолов и празиквентелов Малахов думающий опытный а опыт бесценный и спасибо его за его труды на которые он потратил десятилетия и помогает людям выходить из разных тупиковых ситуаций Ну что отлично сказано 8 ответов можно посмотреть как вы избавитесь от этих паразитов Важен голод 5-7 дней медикаменты сразу после голода с небольшой порцией еды Логично голод Гельминты также голодают Начинается восстановление Все сразу хотят есть И тут мы подаем Медикаменты Которые гонят паразитов Либо травы Так благодаря вашим книгам здоровьем всей семьи начиная с тратчатки и так далее Оказывается как это интересно и приятно наблюдать за тем как организм восстанавливается Подскажите для детей 10 лет чем можно заменить полынь в тратчатке Подскажите Ну уменьшите дозу для ребенка 10 лет уменьшите дозу раза в 3 У меня дикая аллергия на полынь появилась недавно До этого ничего не было Чем это вызвано интересно Тем что организм зашла кома Только мы на эту тему говорим Вот интересный вопрос Очень надеюсь Это Елена Дорошенко Что вы ответите Как быть тем людям у которых желчный пузырь перекрученный Можно ли голодать без воды Я бы без воды не голодал А вот смотрите А я бы Очень важно понимать А что его перекрутило Что он в самом начале там был перекрученный Как правило перекручивает это собственные эмоции Раздражение Гнева И ряда И другие Которые концентрируются В области Центра тела То есть когда Человек Чрезмерно Сосредоточен На себе В тех или иных Случаях Жизненных Что здесь происходит Здесь скапливается Энергия Которая Начинает Воздействовать Как магнитное поле На вот эти вот опилочки И перекручивает Желчный Пузырь Вот Так я считаю И если Человек Применяет Допустим Тоже Дыхание Еще Еще по любую форму Жизни Если он применяет Вот эти вот Подтягивания У Диана Банху Живота То я думаю Постепенно Или Даже если он Начнет делать Вот это вот Брюшное дыхание Более-менее регулярно Диафрагмальное дыхание То он поставит Свой желчный Пузырь На место Я думаю Этому же В какой-то мере Будет Испособствовать И собственные Манипуляции С Массажем Живота Как-то С продавливанием В области Значит Пупка Вот то есть Ряд Вот этих вот Различных Вещей А человек уже Как бы сказать Ну примерно Прикинет Вот Что ему лучше подойдет Подышать там Диафрагмально Либо значит Вот это сделать Там массаж А либо там Значит Повтягивать живот Либо же Ему там Подышать Дыханием Очищающим Болевую форму Жизни Татьяна Илья Феевна Говорит Нельзя локально Чистить организм Почитайте Она тут Интересно Пишет Про то Как Это самое Инфекция Удрала Загланды Так Геннадий Петрович А нельзя ли более Благозвучную музыку Заставки Использовать Я ее Сочиняю Лариса И я вот Как Сочиню Несколько Заставок И выставлю Их Только заставки И вы тогда Скажете Какая заставка Вам больше всего нравится И Будете Применять От Демодокса Я знаю Что что то есть Но сейчас я не вспомню О побочных свойствах Полыни Ну я же там рассказал Про нее А вот Антон У меня при Употреблении Полыни Как бы Укусы Причем Начинается Ночью На работе диван Я ночью На нем лежу И смотрю на видеокамере И мне кто то кусает Прямо По прямой линии Укусы Но ни одного Клопа не могу найти И напарникам Никто не кусает Прямо Ночью Начинаю Дико чесаться Все Дальше можно не читать Дико чесаться Это говорит о том Что В организме Имеется Инфекция Скорее всего Грибок Который От употребления Полыни Начинает Вылазить Наружу И это все проявляется В виде чесания Так Ну Выставляю Как и есть Так и выставлю Так что Не обессудьте Благодарю за просмотр Если вам понравилось видео Ставьте лайк Звоните в колокольчик И подпишитесь на канал Ваше участие развивает канал И способствует его продвижению Вы можете посетить Бесплатно Мою авторскую библиотеку На сайте Малахо.про Доброго здоровья И до новых встреч До новых встреч До новых встреч До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok